Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Пассиан Шоу, на котором сегодня мы будем играть в игру, которая называется Black Orchestra. Black Orchestra это игра, в которой мы будем рассматривать вероятность убийства Гитлера во время Второй мировой войны. И у нас карта эпохи Второй мировой войны, на которой мне пришлось заклеить некоторые участки и рисунки. Дело в том, что игра издается не российским издателям, и в России в таком виде игра никогда бы не издалась, потому что существует закон о запрещении публичной демонстрации нацистской символики. И канал Пассиан Шоу, я в лице создателей этого канала всячески поддерживаю любые антинацистские движения, и любую пропаганду нацизма я глубоко осуждаю. И вот сегодня, чтобы полностью соблюдать закон, все эти места спорные я на всякий случай заклеил, чтобы не попасть под бдительное око наших правоохранительных органов. Мы будем пытаться убить Гитлера. Вот у нас такой Гитлер есть, вот эти вот штучки тоже пришлось заклеить у него, там свастика, которая тоже запрещена к публичной демонстрации. Вот Гитлер, он будет перемещаться из локации в локацию, и мы будем пытаться его убить. Каким образом мы будем это делать? У нас есть вот такая колода карт, символ на которой я тоже не буду показывать. Здесь есть вот такие карты, которые называются карты задумки. И вот эта карта, например, называется чемодан с бомбой. Нам нужно быть в одном месте с Гитлером. Гитлер должен находиться в укрепленной местности. За это мы получим один вот такой кубик. На нем изображены различные символы. Кроме того, если эту попытку убийства совершит представитель Вермахта, а у нас здесь есть различные персонажи, среди которых есть представители Вермахта, мы получим еще один кубик. Если у нас будет взрывчатка, а у нас будут различные вот такие предметы, которые мы будем добывать в процессе перемещения по полю, если мы найдем взрывчатку, мы ее сможем потратить и за это получить еще один кубик. И после этого мы будем бросать эти кубики в попытке убить Гитлера. Да, здесь в этой игре очень многое зависит от вашей удачи. Удача, прям так скажем, сильно ограничена в этой игре. То есть, сами понимаете, дело очень нелегкое убить Гитлера. Гитлера охраняли всяческими методами. Но тем не менее, мы будем пытаться его убить. И если на нашем броске выпадет достаточно вот таких символов для того, чтобы его убить, мы его убьем и удачно выиграем в этой игре. Проиграем мы в этой игре, если все персонажи отправятся в гестапо, в тюрьму, и играть будет некому. Кроме того, у нас здесь есть эпохи, выраженные вот в таких вот картах. Первая эпоха, вторая эпоха и так далее. Эти карты будут размещаться вот здесь. И если мы дойдем до седьмой эпохи, и нам попадется карта, которая означает, что наши документы разоблачены, в этом случае мы тоже проиграем. То есть, мы будем двигаться от эпохи к эпохе. И если мы дойдем до седьмой эпохи, и вот эта вот карта будет замешана куда-то внутрь колоды, если эта карта нам попадется, то мы, к сожалению, проиграем. То есть, эта карта заставляет нас разобраться с Гитлером как можно раньше. Ну и третий вариант проигрыша, это если нам просто, от нас требуется вытянуть очередную вот такую вот карту событий, а карты уже нет, и мы вытянуть эту карту не можем, то есть, мы тоже проиграли. Ну то есть, по сути дела, наше время истекло. А сейчас давайте я начну с того, что я расскажу вам, как подготовиться к этой игре. Первым делом мы должны разместить Гитлера и всех его сообщников на их соответствующие стартовые места. Они все подписаны соответствующими символами, но я их заклеил. Ну, здесь у нас начинает Гитлер, в гестапо у нас начинает Гиммлер, в винистерстве пропаганды у нас начинает Геббельс, Борман начинает в Нюрнберге, в Мюнхене Геринг и в Ганновере Гес. Теперь мы должны взять все наши предметы, перемешать их и в случайном порядке разложить по тем локациям, у которых есть вот такие вот черные квадраты. Размещаем их в закрытом виде. Дальше. Мы должны выбрать уровень сложности. От уровня сложности зависит наша стартовая ситуация военной поддержки Гитлера. Нижняя часть игрового поля я специально не стал снимать, чтобы не заклеивать тут еще дополнительные вещи. Ну и плюс еще нижняя часть экрана не несет игровой какой-то нагрузки. Здесь очень удобно расписаны все ходы, которые вы должны предпринимать. Но сейчас я просто с точки зрения экономии места не снимаю нижнюю часть игрового поля. Единственное, здесь вот есть военная поддержка Гитлера, которая обозначается цифрами от 2 до 7. Я буду использовать кубик Д6. Но если вдруг у меня будет 7 уровень, я там единичку его обозначу. А так мы должны выбрать либо сложный, либо стандартный, либо легкий уровень сложности. И в зависимости от того, что мы выбираем, мы начинаем либо при военной поддержке Гитлера на уровне 2, на уровне 3 или на уровне 4. Но я буду играть на стандартном уровне сложности. Поэтому Гитлер начинает на уровне 3. Я вот так это буду обозначать. Теперь мы должны подготовить колоды событий. Это 7 колод. В каждой колоде определенное количество карт. Это различные исторические события с фотографиями хроники тех времен. Те или иные события происходили. И вот эти колоды мы перемешиваем. Из каждой колоды мы удаляем случайным образом две карты. Остальные помещаем на их позиции. То же самое мы проделываем с колодой номер 2 и со всеми последующими колодами. то есть теоретически карта, которая автоматически заканчивает игру, может выйти из игры, что отчасти может облегчить нам задачу. Вот эта колода, которая называется Conspiration Deck, там где находятся различные помогающие нам события, и в том числе вот эти вот плотс, карты плотс, то есть карты задумок, где мы можем осуществить задуманное. Размещается вот сюда. Называется Conspiration Conspirator Deck. Мы эту колоду тоже тщательно должны перемешать. Я стараюсь не показывать колоду на камеру по понятным причинам. И колода размещается вот сюда. Есть еще вот такая колода, опять же, с не самым разрешенным символом на ней. Это колода допроса. На ней символ отряда СС. И эту колоду мы тоже хорошенько перемешиваем. И размещаем вот сюда. В игре 10 кубиков. На кубиках цифры 1, 2, 3, значок прицела. Это хорошее значение. Их раз, два, две грани. И одна грань вот с таким вот орлом. Это плохая грань. Таких кубиков у нас 10. Кубики размещаются рядом с игровым полем. Теперь наша задача выбрать заговорщика. Человека, который будет бороться с Гитлером, пытаться его убить. Вы перемешиваете карты, вот эти вот досье, они называются досье, и случайным образом выбираете себе два персонажа, если вы играете соло. Вообще, я не сказал, в эту игру можно играть от одного до пяти игроков. Если вы играете соло, то вы случайным образом выбираете себе два персонажа. Давайте посмотрим, кто нам попался. Генерал Фридрих Олбрихт, это представитель вермахта, и генерал Ганс Остер, это представитель Абвера. С этими персонажами мы и будем, собственно говоря, продолжать игру. Остальные карты отправляются в коробку. каждый персонаж, ну и, соответственно, каждый игрок получает соответствующего цвета, выбирает себе цвет фигурку. Фигурки размещаются в Берлине на железнодорожной станции. Еще один кубик обозначает уровень желания нашего персонажа бороться против Гитлера. Здесь вот есть раз, два, три, четыре, пять пять уровней. Это сомневающийся, вернее, даже неготовый уровень, скептичный, мотивированный, горячий желанием и практически страстно желающий. Вот мы начинаем с самого низкого уровня. А вот этот трек показывает уровень подозрительности этого персонажа. Именно по этому уровню СС будет определять, насколько тот или иной персонаж подозрителен, стоит ли его забирать в тюрьму. Эти же показатели будут влиять на успех общего дела, так скажем. Мы все начинаем на среднем уровне, здесь низкий, средний, высокий, экстремальный уровень подозрительности. И вот сейчас все готово для того, чтобы объяснить вам, каким образом вообще в этой игре будет определяться успех, победили мы Гитлера или нет. Мы добываем из этой колоды карточку, плод, карточку, то есть карточку задумки. После этого мы выясняем, все ли готово для совершения нападения на Гитлера, получаем все доступные нам кубики, и вот на этом броске мы должны выкинуть столько кубиков успеха, вот этих вот граней, сколько у нас уровень военной поддержки Гитлера. То есть, если военная поддержка Гитлера три, то мы должны выкинуть минимум три успешные грани. А вот этот трек показывает, сколько мы должны выкинуть, вернее, сколько мы не должны выкинуть граней с орлами. То есть, если мы находимся на среднем уровне подозрительности и мы выкидываем два орла, то это значит, что мы не смогли совершить нападение на Гитлера, нас схватили до того, раньше времени и отправляют нас в гестапо. Вот. То есть, если мы выкидываем на четырех кубиках вот такое значение, и вот при таком уровне подозрительности, при таком уровне поддержки Гитлера военной, то это успех. Мы выиграем в этой игре, мы убили Гитлера, ура, победа. Если что-то из этого не случается, то либо нас забирают в гестапо, либо просто наша попытка оказалась неудачной. генерал Фридрих начинает тоже на сомневающемся уровне, на сильно сомневающемся на среднем уровне подозрительности, получает свою фишку, отправляется на железнодорожную станцию Берлина, и теперь все готово к игре. Если вы играете с другими игроками, то в правилах написано, что первым начинает ход, который одет в самую черную одежду. Я сегодня постарался, но я бы в любом случае первым бы начинал. Теперь как происходит процесс игры. Вам не видно нижнюю часть поля, здесь все очень классно сделано, расписаны все ходы. Вы начинаете с того, что вы проверяете, существуют ли какие-то наказания за присутствие Гитлера и его сподвижников в локации вместе с вами. То есть в нашей локации сейчас нет ни Гитлера, ни каких-либо его сподвижников. Если бы они были вместе с нами там же, то мы понесли какие-то наказания за это. То есть присутствие элиты гитлеровской Германии несет для нас негативный эффект. Гитлер, например, отнимает у нас одну мотивацию. То есть мы снижаем нашу мотивацию на один вниз. А мотивация тоже нужна для того, чтобы совершать атаки на Гитлера. Атаки на Гитлера можно совершать только в том случае, если вы находитесь почти на самом высоком уровне коммитед или реклесс. Некоторые наиболее отчаянные попытки убить Гитлера требуют именно отчаянный уровень мотивации вашей. Дальше. Гиммлер повышает вашу подозрительность на один. То есть если вы начинаете свой ход, да, это очень важно. Если вы оказываетесь вместе с ними в одной локации во время вашего хода ничего не происходит. Но если вы начинаете свой ход в одной локации с этими представителями фашистской элиты, то происходят те или иные действия. Вот в случае с Гиммлером вы повышаете свою подозрительность на один. В случае с Гиббельсом Гиббельс отменяет ваши специальные возможности. Давайте почитаем у генерала Ганса Остера. Специальная возможность включается вот в чем. Мы можем потратить одно действие, взять две карты из колоды конспираторов и добавить одну из них к себе в досье и другую сбросить. А в случае с генералом Фридрихом Олбрихтом мы можем либо двигаться на две клетки сразу, либо можем другого конспиратора передвинуть на одну клетку. Так вот, если мы начнем свой ход вместе с Гиббельсом в одной клетке, то мы не сможем воспользоваться этими способностями. Дальше ГЕС Дискард ЭКА То есть мы должны сбросить одну карту из нашего досье. Мы будем карты накапливать себе, потому что карты нужны для того, чтобы совершать действия. Дальше Бурман Мы не можем производить действия конспирации. Что это за действия я сейчас расскажу. И в случае с Герингом мы должны будем сбросить один из предметов. То есть мы будем получать себе вот эти предметы. Добавлять их вот сюда себе на тоже в досье. Ну в открытом виде я сейчас не буду его открывать. Так вот если мы начнем с Герингом в одной клетке, то мы должны будем сбросить этот предмет. После того, как мы проверили находимся мы в одном месте с представителями фашистской элиты или нет и произвели соответствующие действия, мы переходим к основным действиям. И там мы можем следующее. Мы можем совершить какое-либо действие обозначенное вот такой вот стрелкой в тех или иных местах на карточках или в досье. Дальше мы можем получить предмет, но только этот предмет должен быть перевернутым, открытым. Дальше мы можем совершить действие конспая. Конспая это действие конспирации. Для этого мы берем столько кубиков сколько хотим, вернее столько, сколько действий у нас осталось. Если мы еще не потратили ни одного действия, то мы можем взять сразу три кубика. Если одно действие мы уже потратили, то мы можем кинуть два кубика. Если мы потратили уже два действия, то только один кубик можем бросить. И в зависимости от того, что на нем выпадет, то или иное действие мы будем совершать. Давайте попробуем сделать бросок. Итак, допустим, это мой самый первый ход, я еще ни одного действия не потратил, я решил потратить все свои три действия на то, чтобы бросить три кубика. Я бросаю, и у меня выпадает вот такое значение, то есть единица, двойка и тройка, это значит, что я получаю в этот ход дополнительно еще шесть действий. То есть я рискнул и в общем-то не прогадал, теперь у меня есть шесть действий. Если бы выпал вот такой значок, то я бы получил четыре действия, и плюс повысил бы свою подозрительность на один, свою и подозрительность любого другого персонажа, который находится вместе со мной в одной локации. Если выпадает вот такой значок, то этот кубик я размещаю вот сюда, это называется Descent Track, то есть счетчик неповиновения, можно так наверное назвать, и как только там в процессе игры накопится три кубика с такими символами, то я смогу либо повысить мотивацию одного из персонажей на один, либо снизить на единицу значение военной поддержки Гитлера, единственное, я не могу снизить ее ниже, чем самое низкое значение на том или ином уровне сложности. Я напомню, что я играю на стандартном уровне сложности, а это значит, что ниже, чем третий уровень сложности я повысить гитлеровскую военную поддержку не смогу. Вот так выглядит действие, которое называется конспирация. Другой вариант действия, который можно выполнить, это совершить доставку груза. Мы вроде все-таки работаем на гитлерскую Германию, мы, конечно, хотим убить Гитлера, но у нас есть своя работа, и мы не хотим, чтобы нас разоблачили, мы делаем вид, что мы добропорядочные сотрудники тех или иных военных и невоенных гражданских структур, мы занимаемся определенной работой. И вот здесь, например, мы можем снизить свою подозрительность на три, причем не только свою, а на три подозрительность у всех персонажей, распределить их равномерно. Если мы сбросим сюда предмет, который является подписью, есть такие предметы, подпись, вот если мы сюда подпись принесем, как бы со своего вот этого склада сбросим предмет подпись, отправим, так сказать, в сброс, то мы снизим на троечку нашу подозрительность. Это вот называется доставка груза. Дальше есть действие, которое называется досье, то есть мы можем взять верхнюю карту из колоды конспираторов. Мы берем карту и добавляем к себе в досье. На некоторых картах, давайте я найду такую карту, есть вот такой значок, это действие, которое можно совершить в любой момент игры, даже во время хода другого персонажа. Касательно количества карт в досье у каждого персонажа, чаще всего в большинстве случаев это две карты ограничения, если вы на уровне мотивации в самом низком и уже шесть карт, если вы играете один или вдвоем, если у вас скептичный и выше уровень мотивации, в этом случае вы можете иметь шесть карт в своем досье. Дальше мы можем совершить действие, которое называется передвижение. Здесь есть такие пунктивные линии, которые соединяют города между собой, различные локации между собой. Вот эта часть карт называется Берлин. Это карта Берлина. И здесь мы можем передвигаться уже не по стрелкам, а практически в любую локацию. Вот у нас есть здесь локация, которая называется железнодорожная станция. И вот из железнодорожной станции мы можем переместиться в любую локацию. То есть все эти локации здесь как бы связаны между собой. А вот эти локации перемещаемся непосредственно по пунктирным линиям, то есть вот из Праги в Позан, мы не можем переместиться напрямую, мы должны двигаться через Берлин. И здесь есть очень важное ограничение. Видите вот эти цифры? Единица, тройка, двойка, четверка, пятерка. Это локации, в которые нельзя попадать до того, как мы перейдем к следующей эпохе. Вот эти вот карты эпох. Пока мы находимся в эпохе номер один, мы не можем передвигаться в локации с цифрами два и больше. Мы можем передвигаться только по Берлину и по локациям с цифрой один. Как только мы перейдем в эпоху номер два, мы можем передвигаться по Берлину цифре один и заходить в цифру два. Когда мы попадем в эпоху номер шесть, мы уже можем перемещаться практически даже в пять, эпоху номер пять, можем перемещаться по всем локациям. Единственное, здесь вот есть такой значок, Эпох 7 зачеркнуто, это значит, что когда мы переходим в эпоху номер 7, эпоху, когда советская армия уже начинает освобождать Европу, эта часть для гитлеровцев становится недоступна, в эту часть карты мы уже перемещаться не сможем. Еще один вариант действия это открыть item, открыть предмет, то есть за одно действие мы можем перевернуть предмет на его видимую сторону, то есть для того, чтобы взять предмет мы должны а. передвинуться, это одно действие, б. открыть предмет и третьим действием мы только сможем его забрать. Если он был открыт предварительно, то мы, естественно, забираем его уже без открытия. Еще один вариант действия это трансфер, то есть передача. Мы можем передавать карты от одного персонажа другому персонажу, предметы от одного персонажа другому персонажу, или забирать предметы другого персонажа и карты другого персонажа, если мы находимся с другим персонажем в одной локации. Ну и последний вариант действия это действие освобождения. Если вдруг одного из наших персонажей забрали в тюрьму в гестапо, мы можем прийти в локацию штаб-квартира гестапо и попробовать совершить действие, которое называется освобождение. Для этого мы будем бросать кубик, и если на этом кубике выпадет что угодно, кроме вот этого значка, то мы освободим нашего персонажа, он у нас окажется в локации штаб-квартира гестапо, на высоком уровне подозрения, подозрительности, но освобождённом. Если же нам не повезёт и выпадет этот орёл, то нас арестуют вместе с нашим сообщником. Для нас это будет означать практически проигрыш в этой игре, потому что играя соло вы играете только с двумя персонажами. Вот и все варианты действий, которые вы можете совершить в свой ход. Последнее, что вы делаете в свой ход, это вы берёте верхнюю карту из колоды событий, открываете её и смотрите, что там происходит, и выполняете те действия, которые на этой карте написаны. И это я уже покажу вам в процессе игры. Здесь в колодах есть карты, которые называются рейд гестапо. Если происходит рейд гестапо, и вы находитесь на экстремальном уровне подозрительности, то вы будете арестованы. Кроме того, вы будете обязаны сбросить все вот такие вот красные карты, секретные карты со своей руки, ну, со своего досье. Вернее, вы либо сбрасываете её, либо повышаете уровень подозрительности. Если эта карта слишком цена для вас, вы можете рискнуть и повысить уровень подозрительности, оставить эту карту у себя. В другом случае, вы, конечно, от этой карты должны будете избавиться, отдать её гестапо. Ну, а если вы находитесь на экстремальном уровне подозрительности, то вас арестовывают, и вы отправляетесь в гестапо. Один важный нюанс правил, о котором обязательно нужно рассказать. Если в какой-то момент игры один из персонажей попадает в тюрьму, в гестапо, то все его действия сокращаются до того, что он просто берёт карту допроса и выполняет то, что на ней написано. Здесь есть разные варианты действий. Например, здесь написано пропаганда. Вы должны снизить мотивацию двух конспираторов на один. Здесь сбросьте две задумки покушения на Гитлера среди всех досье. При этом вы освобождены и перемещаетесь в штаб-квартиру гестапо с высоким уровнем подозрительности. И последний вариант, он есть почти во всех картах. Вы можете попытаться оказать сопротивление. Вы бросаете кубик. При этом, если вы на низких уровнях мотивации, то вы должны дважды бросить кубик и принять самый худший результат. И вот результаты, которые могут быть. Вы освобождены. Это самый лучший результат. Вы освобождены. Тут тоже хороший результат. При двоечке вы поднимаете подозрительность двух конспираторов на один. При единичке вы снижаете мотивацию двух конспираторов на два. И при самом худшем результате вы сбрасываете одну карту из каждого конспиратора. И еще одно очень важное правило заключается в том, что если вы не можете что-то сделать, например, понизить у двух конспираторов мотивацию на один. Если у кого-то из конспираторов уже мотивация на нижнем уровне, то вы просто не можете выбрать этот вариант. То есть вы всегда должны что-то сделать. В этом плане игра не соло имеет ряд преимуществ. Потому что когда вы играете с другими людьми, с партнерами, то эту карту вы берете в закрытую. И ваши партнеры не знают, что вы делаете. То есть вы молча выбираете один из вариантов и молча выполняете то, что написано здесь. То есть берете и понижаете, бросаете кубики и так далее. То есть то, что происходит в застенках гестапо, знаете только вы. Вы освобождены. Почему вас освободили, тоже непонятно. Когда вы сделали все, что написано на этой карте, эта карта замешивается обратно в колоду допроса. И после этого вы берете очередную карту события и выполняете его. И ход переходит к следующему игроку. Вот вкратце, в общем-то, и все правила. Тут есть нюансы, о которых я расскажу уже в процессе партии. А теперь приглашаю вас посмотреть непосредственно партию игры Black Orchestra. Спасибо за просмотр видео на канале Пассиан Шоу. Подписывайтесь на канал Пассиан Шоу, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Еще больше Пассиан Шоу в социальных сетях Instagram и Twitter. Играйте в настольные игры. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!